В СУ на Таврическом направлении уничтожили 25 единиц техники врага и почти 140 дронов. В течение суток, 10 февраля, украинские воины ликвидировали еще 458 российских террористов на Таврическом направлении. Также были уничтожены 25 единиц техники врага, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Facebook страницу Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления. В течение суток враг, нанес 25 авиаударов и 2 ракетных удара, провел 57 боевых столкновений, совершил 663 артобстрела. Таврическое направление, силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак, возле Первомайского и Невельского Донецкой области, Маринское направление, в СУ продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 19 атак, шахтерское направление, военные отбили 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее приютного Запорожской области. Запорожское направление, в СУ отбили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Работина Запорожской области. Достижения наших воинов, потери россиян в живой силе составили 458 человек. Было уничтожено 25 единиц техники врага, в частности, 9 танков, 11 ББМ, 2 арчистемы, 2 автомобиля, 1 единицу специальной техники, также украинские силы обороны уничтожили один склад боеприпасов, и еще один важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 139 БПЛ различных типов, пишет пресс-служба, потери России в войне. Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 февраля, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 200 военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.